всем здорово с вами max power в своей игровой комнате и он будет распаковать сегодня очень клевую игрушечную хотел сказать игровую штучку после стрима аж заплетается уже еле дотащил тяжелое спасибо всем кто донатил и на кого в том числе у меня также подарили руль сейчас мы его посмотрим ща мы его обозрим заказал я в комиссионном магазине в казани и мне с помощью сдэка доставки и и привезли быстро довольно пришла посылкам ну дня 4 шла но вот запаковывали целую неделю и это торчало в магазине я им писал писал не так его извините типа задержка случилось по нашей вине игру в чё в итоге две недели ждал чтобы сказание привезти посылку хотя до нее ехать три часа на машине ну может быть пять часов максимум если не торопиться кошмар иногда музык не подвели принципе но высадочка остается так что кто менеджеры магазина победы комиссионного вы обратите на это внимание что побыстрее быстрее запах посылки вашим клиентам кто-то его принес комиссионный магазин я увидел фотографию на сайте сделали там видео обзора у них час новую функция крови все работает он как новый тоже быть что же кто же это кто же что он кто он еще посмотрим что мне тут положил дед мороз сразу видно мама написано это игровой руль у вас как всякий приколю здесь положили в пупырку упа коробка передач с металлическое основанием прорезиненная смотрите но можно собственно по его состоянию посмотреть какая она новая реновая с виду вроде как хорошее состояние не сильно убитый может пару раз сыграли вообще рули такая вещь специфично кому-то нужно а кому-то вообще не нужно так походу снегу подставка какие то есть zip комплекты это что такое что-то поломано мне это не нравится но бушный товар все бывает так это б.п. это педалики сейчас все мы отдельно посмотрим так чуть только накладная до накладная так так то не пались 1500 рублей угги тощимому racing вот такой чек казани аделью к куту и 7 все будем смотреть более внимательно вау такое подключение как ком порт только своеобразный это не ком порт две педальки слева и справа до жалко что не 3 эта штука есть с шипами о и фига себе да чтоб не скользил видать она включена сразу подумает овринолеум но при дуриум фиговенький что по нажатию а он как-то вначале легко идет а потом тяжело упираются но нога нога конечно ногу подкачать можно не могу сказать что не мягкие это наверно хорошо наоборот прям настоящей машине будет а может какая-то еще и отдача будет или там торможение о это легко идет по моему это газ большая педалька сена машины газ это типа тормоз и сразу сцеплением получается вот такая ребристая поверхность прикольная четко пирамидками напечатано таки течь что сказать они виниках не вяжут тяжелая основательная пластиковая штука дальше смотрим надо весь конструктор это собрать вот это болт вот такой болт я положу на многие бы вещи в этой жизни я думал бы папа больше будет тоже итоге течь огитех 24 вольта 0 до 75 амперов ну примерно 20 ваттный импульсной довольно легкий относительно такой легкий современный тут вся проблема была короче у многих таки рули продаются на а ведь я видел за 500 рублей хотел взять писал одному чуваку у него будет стоит 500 рублей он не отвечал и так хотел взять у него проблем договора то что нету волка питания он специфичный но я на том же форуме посмотрел плаги течь там писали что никаких проблем вообще нету берете обычно ноутбучный даже разъем похож и ставить все на от ноутбуков у меня полу бога не те же комиссион как по 200 300 рублей их продают а вот по ходу откуда здесь сломалась еще за фигня это куда-то прикручивалась были на закрепление же ладно придумаем должен быть недостаток какой-нибудь вот монстр монстр мама вау интересно тут и движок круче какой-то ну приятный приятный руль по юзабельности ну в принципе норм чё тут норм попользовались попользовались куда вас без это был уж на 10 снова на дешевом старенький руль то а диска сяки небольшие вот чем-то тыкали видать так кнопочки работают четенько это мощные болты вот еще штучка поворотники наверно то что такое это забыл что покой здесь коробка передач включается потому что есть коробка передач их две получается крепление вот такие вот идут и так не пойму как он делает все буду разбираться ну что же состояние принципе норм так я правша поэтому надо правую сторону я думаю закручиваю на вот так вот вот так она ставится рукоятью где закручивается гайкой который нету все значит забыли вот говорю за магазин к сам победу могу поставить пятерку а сервис у них троечка троечка пока что что это такое там писали все комплектации на месте будет этот гайки нету вот схлума на вот это вот верхняя часть это ладно я то могу сделать мы с вами можем сделать и технарий а если коммуника унитарю придет он не будет париться он просто выкинет весь руль и за этой фигни я вам серьезно говорю лишь вот это нету теперь болтик не закрутится ну так на такой массивный такой приличный не чувствуется как игрушка какая-то интересно девки кажется ну что ж пошли подключать могу я будем крестить небольшой люфт есть внутри не знаю должен быть у не должен быть здесь внутри вот если приподнимать вот там где-то чувствуется но так норм в принципе ладно бывает и хуже но все равно за сервис троечка и поставлю его продавать не буду симуляторов много у нас сейчас нынче создали программисты поэтому надо будет на право сдавать и машинке гонять грузовички внутри такой что-то пустота как у меня в душе пойдем подключать короче основной руль естественно юсби вот он эта штука идет туда вот они за не все интерфейсу радиаторы есть в этом провода смотри-ка чё прикольно нас будет не макс если не разберут и не покажет вода что же давайте разберем посмотрим может кто-то открывал так вкладка основное питание 5 вольт 100 миллиампер 24 вольт это вибро отдача как я понимаю по периметру поставить ничего так стасиков нет уже хорошо не не честно к чему вот что там крутилась то а вот ограничитель интересно так управление вот здесь идет естественно никаких это не контакты это магниты какие-то скрещу датчик хова водки естественно никаких каблей нету потоки тысяч такого не будешь ожидать вот ее основные мозги можете посмотреть перевернуть микросхемы с кому-то интересно питание ведь как сделано нормальных фирмах я вам всем говорю тоже ставьте везде такие кольца не стоят ферритовые кольца от помех тут уже датчики есть поворотов каких-то болтается так это с это все элементарная вещица это просто две кнопки тупо две кнопки короче тут и в такие же две кнопки тут для левшей для правшей а вот что это крутится они вниз вверх идут это стяжки основные рук который держит по термоклей все вот здесь вот питание отсюда включается разъем чик стандартный ну вот и все вот так руль не сложно что ты много можно было конечно покомпактно сделать все провода внутри идут наверное а вот из этого ограничители стоит это кнопки и они как бы и себе крутить очень много то наверно провод отвалится просто а может делать ограничение потому что но 270 градусов типа удобно если будешь крутить на машине руль целый день там руки отвалятся симулятор играть напишите можно снять ограничительами кажется очень не проблема тут просто тупо он железку тот отпилить и все и будет у тебя он крутится хоть сколько мотору здесь здесь не так и других ограничений каких тут все беспроводно ведь так вот этот провод закрутиться прикольно смазано какая-то смазка такая специфичная на среду похоже солидол агитический да тут затягивается болтами ну что итак вот он подключен ну мои первые впечатления мне уж тут часочек погонял и могу сказать что это тема вот так он поворачивает практически с точностью полностью определяют мои движения влево вправо но конечно же тут всего 270 градусов поэтому здесь руль быстрее крутится влево вправо педальки работают причем как-то странно одна это ускорение а вторая наоборот назад едет ну я ничего не настраивал просто подключил в юсб передний и блок питания засунул все винда сама все дрова поставила и нашла что ж вот так включается вперед нажимаем газ так space мне здесь все эти кнопки настроить они отдельно настраиваются все в игре он определился как обычный джойстик и рекламатуры тип того вот и нажимаю газ и поехали но что самое мне угарно мне понравилось в нем тихо 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 так вот это вид вот так он ведь крутится вообще сам угарно что мне понравилось в нем это отдача то есть он по сопротивляется мне не знаю как это сделали но вот когда есть прямо вроде легко крутить а когда поворот какой-нибудь резкий руль прям реально сопротивляется нажатию тяжело крутить его и это дает большую реалистичность чуваки это шикарно сейчас тяжело мне почему-то поворачивать просто разогналась наверно фура как-то странно интересно но вещь-вечь прикольная до после джойстика это прям новый уровень новый скил можно сказать тихо 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 можно одной рукой управлять вот так сидишь к их выжиган у тебя ноги теперь заработают за газ вот вот здесь меня поворотники шикарно но едет сам руль имеется друг туда сюда крутится очень так приятно скрипит правда пластик это же на косяки таких дешевых рулев рулей но это новый скил просто я чувствую кого-то реально машине это большая и тяжелая очень так что вещь вещь хорошая еще буду разбираться может даже дрова поставить с официального сайта может что-то еще появится правда вибродачи как мы видели там нету там даже нет намека на мотора вибро это жалко и думал будет выбирать хотя мы может самому сделать потом какой-нибудь usb модуль заказать там место полно внутри и можно поставить какую-нибудь вибродачу вот это жестоко было назад так педалька газа жми-жми-жми-жми вперед надо на вторую педальку поставить space тормоз вот этот основной пневматический вот так вот он прям блокирует все колеса что ж покупайте рули подключайте в этом нет ничего сложного то что я хотел от него то и получил теперь будет снимаем на новом уровне ну и конечно же можно будет теперь вот так видите прям чуть-чуть можно даже поддавать очень точная регулировка шикарно просто одной рукой но он все равно сопротивляется зараза прям надо тяжело прям сдвинуть его бывает надо двумя руками браться иногда моторчик вот этот блокирует но привыкнуть моментально с джойстиком реально сложнее было потому что я привыкал долго к нему а здесь машину уже вы сразу почти чувствуешь эх вибро бы какой-нибудь было бы просто супер я вообще читал что существуют такие штуки для танкистов вроде как берут их прям на кресло насадка ну такая чехол и там внутри моторы стоят и ты чувствуешь вибрацию машины это вот это круто было на такую нас купить такой чехол с вибро и подключать его к юсб тут подача должна быть в играх многих надо погуглить там знаете давно уже фантазия производителя разгулялась в этом плане в аксессуарах чего только нету и для танкистов и для пилотов и для кого-то конец он тихо пример тоже логи ты брал за 200 рублей в комиссионке тоже победе только у нас нижнекамский вообще практически новый руль точнее stick именно настоящий джойстик и игра в нем в денди верим танчик играл стука кнопок мы его тоже когда-нибудь обозреем тишин дэнди играть неудобно жестоко но думаю в симуляторы полетов будет клево вообще можно тоже подключить то есть здесь все настраивается во всех таких нормальных играх вот здесь вот просто нажимаете настройки и кнопочки и вот какие хотите 2 как укажите есть еще аналоговое управление именно здесь когда я подключил тут просто выбрал руль сразу это единственно первая настройка была только 10 труб выбираете вверху культура плюс рули все и он сразу определил вот и бегунки ползунки ускорение там чувствительность отдачи и прочее 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 все по умолчанию по дефолту вот такая вот штука по идее по идеально подхочуще надо поля для за 1500 наить чуть не едет надо настроить коробку вообще можно кстати прикольно сделать ведь у них грузовиков 12 ступенчато я даже слышал помните фильм терминатор там у него когда он захватил грузовик сразу появилась такая диаграмма переключение скоростей и вот можно попробовать такую штуку замутить вот с этим стиком то есть вот это типа коробки передач вот так раз делаешь первое второе третье ну и разгоняешь грузовик потихонечку что-то макс размечтался скачаем скоро еще и т.с. которые россия что было я видел мод прям по российским городам будем шастать на больших грузовиках очень мощных он жарит ничем к тебе не машина чуть бибикулка не работает надо настроить а вот она но сейчас по умолчанию чуть раскидал кнопки непонятно как чудо зеркала какие-то так автосохранения даже есть да это вид ну вот мне хочется больше теперь кнопок них там писал цели отзыва что-то горит много-много кнопок на самом деле чуваки не так уж и много тут реально настроек дофига в машине большой можно было и больше но если что на крайне сучка власть передняя что-то специфичное там можно нажать раз два три четыре пять восемь кнопок получается здесь плюс еще вот тут а можно еще один рычаг поставить тут еще две кнопки появляются итого 8 10 12 12 и две педальки причем аналоговые педальки то есть чем больше жмешь тем больше газ можно общить чуть-чуть нас поддавать да прям совсем чуть-чуть вот это тоже большой кайф ну что я на джосике такому включать и выключать ну получается до 14 14 управляющих основных как бы кнопок из них 12 обычных две аналоговые педальки и руль во всем туда-сюда то есть 27 градусов здесь такой прикол что смотрите он сам останавливается эти то есть автоматически на середину приходят так что 12 кнопок это как джойстик сонинский тоже тут насчитал 12 нормально нормально хорошая вещь этого для ознакомления с подобными симуляторами это клево вот а крепится сайте просто оказалось эту штуку снимаешь там были два болта и ты его привинчиваешь зажимаешь его можно сказать вот так вот вот они вот так закручиваются и краски крепления они подтягивают к столу его и все он держится довольно надежно даже несмотря то что там нижнюю часть сломали вот эту который еще крепится нижние дополнительного усиления вот сюда он даже на двух нормально держится довольно таки не знаю как у вас можно вытащить и сломать и убираются легко в принципе эти 2 открутил на антресоли на полочку до лучшего времени как угарно над ним уже пальцем не получится вот так одной рукой супер что ж всем спасибо за просмотр с вами был макс пауэр чао какао встретимся на в канале на стримах а сейчас пока подписывайтесь на основной тоже видосик скоро будет шикарный пока пойду на светлоге течь посмотрю че еще можно прибавахать здесь может как-то тяжело идет иногда прям совсем тяжело надо привыкать руки качать можно баш зашибись и самое важное это то что можно делать за ним это конечно же есть купаты не отходя от кассы еще одной рукой камеру держу просто а так рука будет свободно потому что можно одной ехать всем приятного аппетита вот так вот шикарно хорошая шикарная что ж после установки драйвера жизнь преобразилась теперь есть полный фидбэк отдачи далее как его колбасит аж руки вырывает шучу шучу не так сильно но чувствуется все этот мотор он вот так его во все стороны крутит когда вы что-то ударяешься или например просто дорога неровная но это же когда сам двигатель включен то что обязательно ставьте драйвер это верно теперь как-то и настройка по-другому стало пергаз стал газом отпускаешь он сразу устанавливается но шумный капец мне кажется что то не то как будто шестеренка там подходит вот такой звук но если держишь в руках то не так сильно слышно но все равно колбасит его если играть будет шумно вот смотрите сейчас покого дерева вот далее вот это фибра своеобразная но вибра вот тут он тоже колбасит в углах интересно интересно да вперед короче обязательно обязательной установки именно в китайческий оригинальный драйвер десятка к сожалению не все подтянуло о кошмар как бы что слишком даже жизнь и тросит идиот загорелся вот это тоже блин прикольно прям новые впечатления на руки мне кажется после двух четырех часов просто будет офигевать от этого вибромассажа я соберу попробую стенку подтянуть может лучше будет 6 тихо мне кажется весь шум из-за вот этого да тут много чего можешь уметь все это надо подтянуть затянуть а вот этот двигатель каким-то образом опустить пониже чтоб он прям хорошо за шестеренку входил сейчас попробую и вот так вот а вот а вот Мотор, кстати, обычный, коллекторный. Как они её так ставят, а? Такой люфт большой, пипец. Пофиксим первую поломку. Может, он раздолбался со временем. Вот мотор мощный. Так, в таком случае шума нам поможет дрель. Другого выхода я не вижу. Надо его упустить пониже. Совсем чуть-чуть. Вот он идеален. Тройка. Три миллиметра. Всё. Всё. Буквально полмиллиметра надо отпустить. Как он магний, да? Неплохо. Вот здесь тоже надо пускать. Всё-таки я ошибся. Рулём попользовались. Если уж немножко шатерёнка сточилась, значит, попользовались им неплохо. Вот теперь полмиллиметра ездит туда-сюда. Я думаю, этого вполне хватит, чтобы оно поучше теперь шистирунка контачева. Даже слишком близко. Что ж, просто вставляем и тогда прям на нём затягиваем. Так. Близковато. О, теперь никуда не ездит. Пускай так будет лучше. Вот такой лайфхак от Макс Пауэра. Ставьте лайки. В старых рулях это, наверное, будет актуально. Ну, логично, что железная шатерёнка будет стирать пластиковую. Так. Теперь надо затянуть так, как в последний раз. Чтоб было. Да, всё. Норм. Можно сюда ещё вазелинчику намазать. Я думаю, сейчас мы ещё вазелином замажем его. Ха-ха. Ремонт от Макс Пауэра всегда с вазелином. Так. А ещё вот с кольцом надо бы решить. Чего оно так болтается-то? Отключаем нашу руль. Сейчас всё будет ништяк. Снимаем вот эту штуку. Сейчас будем разбираться, что здесь дребезжит ещё, кроме пастерёнки. Он будет у нас как новый с завода. Тихо. Аккуратно. Штёрнки довольно крепкие, но всё равно. Надо дарить, что это? Чё это такое? Стопорная корца. Аккуратно. Стопорная корца. Стопорная корца. Собрана. А, это выключалки. Лево-право и там, собственно, другие кнопки. Никаких вибромоторов там не оказалось. Откуда им быть? Я же говорю, что там нет вибра как такового. Вибра из такой необычной. Фидбэк, скорее даже, называть можно. Осуществляется с помощью собственного мотора. Так, я вот вижу, что вот так можно сделать. Чтоб оно не болталось. Вот так его. Раз. Два. Тихо. Чуть провода не сломал. Будьте аккуратны. Целая? Вроде целая. В общем, лепестки подгибаем. Вот эти металлические. Чтоб она без вазелина больше не залезла сюда. Так. Как я обратно ставить? Вот. С натяжечкой. Даже можно еще бы чуть-чуть. Шалтай-болтай. Теперь не будет нас донимать. Я люблю тихую езду. Но вибро обожаю. Чтоб все было нормально, надо закреплять, чуваки. Иначе все вот вибрирует. Давай. Вот так вот. Теперь оно там очень плотно стоит. Разболталось со временем. Бывает, пластик прогнулся. Все. Собираем дальше. Закрываем. Ух, если бы еще вспомнить, как оно собирается теперь. Так или сяк. Кто-нибудь помнит? О. Вот как раз видео перемотаю. Сейчас посмотрю. Здесь ничего сложного обслуживания не нужно. Кроме плоскогубц и, собственно, напильника. Этого хватит. Чтоб проточить и подогнуть в тех местах, где уже продавилось. И все. Будет он как новый. Да. Давай, давай, закручивайся. Надо сильно закрутить теперь. Прям как от души так, чтобы было. Так. Прям потно-плотно. Закрывайте. Так. Варни. Хранитель вазелина. Дай-ка сюда. Сейчас будет смазка. Ого. Сейчас гораздо плотнее все. Наверное, раз в пять лет такую процедуру будет делать. Ну, или сколько там хватит, пока опять не ушатаю его. Еще нужно ниже потом мотор опустить или шестеренку. Ну, говорят, на 3D принтере делают. Короче, вазелин. Я единственное думаю, что сейчас самое оптимальное будет то, что хорошо смажет. Он же нейтрален. Медицинский. Для пластиковых шестеренок, я думаю, замотал. Еще, наверное, вот в эти места какие-нибудь, где прется. Везде закиньте. Не помешает. Такие ямочки есть, куда смазку можно закинуть. Она сама будет постепенно просачиваться. Это, наверное, на производителе сделали специально. Чтобы со временем густая смазка смазывала места вот эти. Самые нагруженные. Вот сюда положите, да и хватит. Все остальное он сам размажет. Ну, и все шестеренки. Все сейчас, что увижу, все смажу. И собираем. Кстати, вазелином натирают панель управления автомобилей, я помню. У меня батя Волгу. Так, обслуживаем. Чтобы не трескалось. Так что можете вот так вот, собственно, немножко его втереть. Не помешает в ручку. Ты втираешь мне какую-то дичь. Вот как новая становится, блестючая. Видали? И меньше вероятность, что треснет. Как-то теперь уже по-особому. Ну, как новая. Шикарно. Блин, это небо и земля, чуваки. Его вообще не слышно. Вы слышали, что было до? И теперь он так же вибрирует. Вот он, трясется. Я чувствую, как будто двигатель работает. Когда газ нажимаешь, на максимум особенно, он прям тут делает. Ну, теперь никакого звука вообще лишнего нет. Вот это кайф. Это идеальный руль для стриминга и просто кайфа. Можно хоть музыку слушать. Так что не поленитесь. Скрывайте свои рули. Воу-воу-воу. Почти успел. Чихо-чихо-чихо-чихо-чихо-чихо-чихо-чихо-чихо-чихо. Фух, пронесло. Так что скрывайте свои рули. В этом нет ничего сложного. Это клево. Випра действительно есть. Спасибо всем подписчикам, кто мне насчет этого подсказывал на стриме. Я не уверен. А это правда. Все работает. Воу. Смотри, как колбасит. Во. Ну, почти перевернул. Что ж, ладно, на стрим перевернем. Все. Заключила. Вот тут. Вот, мне нравится то, что руль сам встает на место, когда колеса дорогу чувствуют. Как и в настоящей машине. Ну, вроде так должно быть. Что ж, ставьте свои драйверы, покупайте рули. Несмотря на то, что ему 14 лет. 14 лет назад изготовили этот, это прекрасное изделие. Он до сих пор актуален. Шикарно. Чао, какао. Встретимся на стриме. Ну, КамАЗ маленький. Ух, тебе я был когда-нибудь КамАЗ? Он, он был. Ну, его этот. Ну? Сколько? Сколько тонн? 16. 16. Молодец.